Всем привет! Еще зимой прошлого года на барахолке я покупал старое советское трансформаторное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. Эту зарядку я показал в одном из роликов о находках на барахолке. Его корпус мне показался неплохим и было решено выкинуть оттуда всю нутрянку и собрать новую полностью с нуля. Это заводское зарядное устройство УЗ-1, который обеспечивал зарядный ток до 10 ампер, построено на старом добром сетевом трансформаторе, дополненный тиристорным фазоимпульсным регулятором мощности. Никаких защит зарядка не имела, но взамен у нее есть просторный металлический корпус, надежный переключатель и огромный стрелочный индикатор тока заряда. Я сразу решил, что будущее зарядное устройство оставлю себе, а не буду дарить налево и направо, как это было с моими прошлыми зарядками. Этот проект по причине лени затянулся, но все же был завершен и я сегодня о нем вам расскажу. Зарядка необычная, она напичкана защитами и очень дубовая. Спалить такую крайне трудно. Для начала укажу, что устройство имеет защиту от неправильного подключения аккумулятора, защиту от коротких замыканий и автоматическое отключение при полном заряде АКБ. Конечно, есть возможность регулировки тока заряда, правда тут ток не стабилизирован. Есть индикатор включения, индикатор ошибки подключения батареи и индикатор окончания заряда. Зарядный ток регулируется довольно плавно в пределах от 3 до 30-35 А, но можно недолговременно и 50 А вытянуть подбором всего одного компонента на схеме, но об этом поговорим позднее. Максимального зарядного тока хватит для зарядки очень емких батарей от грузовых машин. Пользователь может вручную отключать автоматику и для этого есть соответствующий тумблер. При этом, если отключить автоматику, вы лишаетесь всех упомянутых защит и у вас просто будет фазоимпульсный регулятор. Зачем же потребовался тумблер, отключающий защиты? Без них же можно все спалить. Дело в том, что если задействована система автоматики, тумблер выключен, на выходе зарядки не будет напряжения, пока вы не подключите аккумулятор. То есть, всякие лампочки этой зарядкой невозможно проверить. А отключив систему автоматики, у вас появляется такая возможность. Очень подробно о том, как работает эта схема, я уже рассказывал в указанном ролике. Его можно посмотреть по ссылке в описании. По характеристикам и надежности, эта зарядка задаст жару многим заводским. Во-первых, тут нет никакой экономии. Собрано дорого-богато просто потому, что была такая возможность. Все компоненты были куплены в тот или иной период на барахолке буквально за бесценок. Ну, кроме обмоточного провода. Это, можно сказать, не просто зарядное устройство, а зарядное чуть ли не пусковое. Может помочь аккумулятору завести двигатель. Да, его можно цеплять к аккумулятору параллельно и мучить сколько душа захочется. Для этого он и создан. Хотя у меня даже и машины нет. Начну, пожалуй, с системы управления. Модернизированная мною схема зарядного устройства Ресурс-1. Обеспечивает регулировку и имеет систему автоматики. Данная модернизация позволила использовать один силовой тиристор и четыре диода вместо двух тиристоров и двух диодов, которые были использованы в оригинальной схеме. Также все компоненты были переведены на импорт и была добавлена индикация от неправильного подключения батареи. Плата заводская, вся такая красивая, пурпурная. Заказаны были эти платы у нашего постоянного спонсора компании GLC-PCB, которая способна производить печатные платы любых размеров и форм в пределах разумного. Как простые односторонние и двухсторонние, так и сложные многослойные. Также компания предлагает услуги по промышленной 3D-печати, созданию паяльных трафаретов для пайки СМД-компонентов и сборка схем. Все это по гуманным ценам, если не принимать во внимание стоимость доставки. Ссылку на сайт компании GLC найдете в описании. С работой данного узла никаких проблем у вас не возникнет. Кстати, в описании есть архив проекта. Скачав его, найдете две версии печатных плат, как с одним тиристором, так и с двумя, а также папку с названием Gerber. Это для заказа плат на заводе. Единственное, что с вас требуется после сборки платы, это настроить напряжение автоотключения заряда. Это напряжение зависит от типа вашего аккумулятора. Подключаете плюс и минус платы к лабораторному источнику и выставляете на последнем то напряжение, до которого должен зарядиться ваш аккумулятор. Затем, медленно вращая подстроечный резистор на плате, добивайтесь срабатывания светодиода. Этим наладка завершена. В конце желательно заклеить винт подстроечника. По подключению платы также не возникнет проблем, ибо на ней все подписано. Силовой выпрямитель представляет собой диодный мост. В моем случае применены два диодных модуля, включенных по схеме полного моста. Можно использовать готовые диодные мосты наподобие КБПЦ-5010 или собрать мост из четырех аналогичных диодов. В моем же случае применены 40-амперные модули МДД-40 на 800 вольт, но это с большим избытком по напряжению. Просто они были в наличии. Модули были установлены на достаточно большой радиатор через термопасту. Их подложка изолирована от самих диодов, так что в дополнительной изоляции нет нужды. Соединены между собой толстой луженой медной шиной. Силовой телестор установлен на этот же радиатор. Анод телестора имеет электрическую связь с радиатором, а на аноде у нас будет минус. В целях безопасности, чтобы этот минус не появлялся на корпусе зарядки, радиатор прикручен к корпусу через пластиковые стойки. Терестер у меня 50-амперный. Учитывая то, что он еще и советский и имеет запас по мощности, 50 А для него далеко не предел. По поводу того, как расширить диапазон регулировки тока. Делается это подбором указанных компонентов. Нужно запомнить один момент. Тут нет стабилизации, поэтому в зависимости от использованного вами трансформатора, выходной ток может регулироваться в разном пределе при использовании тех же компонентов. Поэтому в моем случае для получения регулировки в указанном пределе от 3 до 30-35 А указанный резистор заменен на 15 кОм. Чем меньше сопротивление R19, тем больше верхний предел выходного тока и наоборот. Шунт для амперметра на 75 А с падением 75 мВ. Также прикручен к шасси через изоляторы. Далее силовой узел был отложен и началась эпопея с трансформатором. В качестве сердечника использован тор, о его преимуществах знают все. При меньших габаритных размерах обладает большей мощностью, более надежен и обладает жесткой вольтамперной характеристикой, но его чертовски трудно мотать вручную. Габаритная мощность железа данного тора под 600 Вт. Железо я покупал на барахолке. Провод первичной обмотки имелся в наличии, а вот вторичку пришлось покупать. Первичная обмотка была намотана разными проводами. Часть намотана медью с диаметром в 1 мм, другая часть двойным проводом 0,6 мм. Минимальное сечение этой обмотки 0,57 мм. Намотка делалась равномерно, аккуратно, с межслойной изоляцией в несколько слоев локоткани. Силовая или вторичная обмотка также намотана медным проводом с диаметром 1,4 мм в трижилые. Общее сечение этой обмотки порядка 4,6 квадратов, правда без учета лаковой изоляции. Тор прикручен к корпусу через листы из толстого стеклотекстолита. В избежание от продавливания обмоток между ними и текстолитом находится резина. На вторичной обмотке напряжение порядка 20 вольт. По входу 220 вольт стоит предохранитель на 5 ампер. Стрелочный индикатор. Родной на 10 ампер. И учитывая, что токи уже будут побольше, да и шум другой, шкалу пришлось сначала отградуировать, затем отсканировать и сделать новую. Новая шкала уже способна довольно точно показывать токи до 30 ампер. В целом рабочей зоной будут токи до 10 ампер, так как никто не будет заряжать автомобильный аккумулятор такими огромными токами. Указанные 30 ампер зарядка может отдавать безопасно в течение долгого времени, так что АКБ грузовых авто тоже можно заряжать в разумном временном промежутке. Вся проводка медная. Силовые провода многожильные на 8 квадратов. Все силовые и несиловые соединения сделаны с применением луженых медных клемм. То есть все серьезно и по канонам. Родной корпус не подвергся никаким модернизациям, если не считать то, что было просверлено несколько отверстий. Оригинальная краска была полностью снята, затем новая покраска. Красить нормально у меня никогда не получалось и в этот раз не стал исключением. Но в свое оправдание скажу, что красилось все это дело зимой и у меня не было благополучных условий для таких дел. По итогам могу сказать, что зарядка получилась неплохой, надежной, но естественно громоздкой. Но чем-то нужно жертвовать. Если пользоваться грамотно и ручной режим использовать лишь при крайней необходимости, то это неубиваемая штука. Конечно, она не имеет тех наворотов, которыми дополняются современные зарядки, но является весьма годным прибором и в наши дни. Форма выходного сигнала такой зарядки не чистая постоянка. Поговаривают, что такой ток может помочь в деле десульфатации батареи. Естественно, он гораздо надежнее, чем современные зарядки. Из недостатков отмечу большие размеры и вес, высокую себестоимость, отсутствие режимов стабилизации тока и напряжения. В целом, я проделанной работой доволен. Под конец еще раз напомню, что в архиве данного проекта, который можно скачать по ссылке в описании. Вы сможете найти печатные платы, гербер файлы и схему данной зарядки. Там же в описании будет прочая полезная информация и ссылки на иные мои ресурсы. А на сегодня у меня все. С вами, как всегда, был Касья Нака и до новых встреч. Пока!